здравствуй Валера это я Светлана Милина мне очень нравятся твои письма то есть ты конечно у тебя все время идет какую-то ну такая вот маленькая навязчивая тема тема попки тема как ты меня хочешь очень хочешь меня и как ты потом то есть ты знаешь действительно очень впервые когда я начала читать меня это очень так возбудило что я потом взяла и про мастурбила и очень так сильно довольно кончила я себя представила на самом деле таких вот мужчин которые так вот могут ярко выразить свои фантазии у меня так не было то есть тебе такой пропал литературный дар пропал не знаю может не пропал может все таки начнешь писать эротические истории то есть мне очень нравится быть более такой вот независимой и не совершая глупостей просто общаться с человеком выделиться с ними своими эротическими фантазиями то есть у меня хотя бы была когда подруга с которой я делилась своими фантазиями мы даже с ней занимались лизбусом не общим я очень так сказать я девушка была не то чтобы мужчин я боялась потому что ну как бы не знаю почему но я их боялась а с женщинами я чувствовала себя более своей как бы я чувствовала себя как бы в себе какую-то ведущую роль то есть я могла им приказывать я могла как бы над ними давлеть мне это больше нравилось и поэтому как бы я с ними себя чувствовала более как бы уверен а с мужчинами я не могу как бы сказать я чувствовала робость и страх особенно когда после вот этого бурного совокупления я молодости довольно много выпивала ну и мужчина как бы вот это на утром пробуждалась вот это в подъятие какого-нибудь похмельного самца и чувствовала себя как будто сильно чем-то убитой как будто бы вот я внутри опустошена с женщинами же у меня такого не происходило женщина у меня чувствовала как бы какую-то вот такую сестринскую любовь у меня было в моей жизни довольно много женщин ну женщин подруг с которыми я чувствовала себя как бы превосходно то есть я не могу сказать что я только лесбиянила ну была лесбиянкой но мне женщины больше нравились то есть мы были друг другу нежны и помню у меня была подруга с которой мы использовали вот этот искусственный фауз и друг друга по очереди удовлетворяли это мне очень нравилось и я чувствовала я надевалась этот фауз на свои бедра и входила в нее сзади она стояла передо мной она стояла передо мной стояла в пузу так сказать рака я в нее входила совершала вот эти мужеподобные движения мужеподобные ну как мужчины делают вот это я тоже совершала и входила и чувствовала этот очень сильный оргазм то есть мне нравилось видишь женщину сзади как ты любишь описывать в попу тоже мы делали у нас были в попу и потом это потом мы добили обниматься целоваться просто долго помню у меня было такое когда еще была совсем молодая я была тоже подружка и нас один фотограф раскрутил на такую довольно откровенную лесбу сфотографировал нас потом эти фотографии куда-то подъявались он вообще исчез ну скорее всего он кому-то потом это все это было в начале 90-х у меня очень много было отношений именно с женщинами с мужчинами они были такие довольно редкие и чаще всего кончались с каким-то вот ощущением пустоты опустошенности и какое-то чувство ну чувство очень какое-то неприятное чувство было как будто бы тебя только вот поимели и нет ну были были конечно и добрые но чаще всего с теми мужчинами с которыми я не состояла в этих плотских отношениях сексуальных я потом с ними могла долго-долго дружить а как только мужчина вроде бы в тебя тобой пользовался эта дружба скоро прекращалась ну вот к сожалению у вас умещена вот такая вот такая психология что надо женщиной попользоваться а потом бежать дальше ну это я потом поняла это да это конечно но теория дарвина она не такая уж глупая я допускаю что мы действительно произошли от таких обезьян что это закон альфа самцов присутствует поиметь что самца главное это желание поиметь много женщин самок а у женщин наоборот они конечно вот число я поняла как это я раньше я думала что это я мог в юности хотела как жалко что я не родилась в теле мужчины что я не мужчина но потом я принялась возрастом что может быть это и хорошо то есть жить в морском теле это тоже довольно сильная нагрузка ну и что я бы хотела я бы скорее всего я была бы гомосексуалистом наверное потому что ну вот это примитивно так я знаю изнутри женского как женщины большинство особенно сейчас женщины взирают на мужчин какая вот эта половая гендерная существует война борьба это я все понимаю и конечно я понимаю что мне больше тем не конечно общаться с мужчинами более открыто потому что женщинам это не совсем получается женщинами у меня чаще всего был просто такой подружески легкие такие прикосновения секс петинг все я чувствовал себя намного их умнее поэтому это немножко затрудняло дружбу потому что я чувствовала что я не могу с ними быть до конца откровенной а с мужчинами я могла быть откровенной но это именно была вот с мужчинами я чувствовала духовную такую связь с именно с умными мужчинами которые не самцы которые вот плотники и монтёры а именно с какими-то людьми очень умные с ним у меня было всегда много друзей может мужчин и художников и писателей и поэтов вот такой небольшой монолог специально для тебя сделал спасибо за твои письма это была Светлана Минин это было очень важно дело с карта вы거я еще и говори это было очень важно что это нужно поймите который